Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы размещаем аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, что и как можно действовать на финансовых рынках прямо сейчас, прямо сегодня. Что касается экономического календаря, сегодня на повестке дня несколько релизов. Во-первых, это данные по рынку труда Англии. Этот отчет будет опубликован в 9.00 по московскому времени. Мы с вами очень неплохо зашортили британскую валюту, фунт активно валится и вот-вот, друзья, протестируют поддержку 1.20. Нам нужно, конечно же, ломать этот уровень, потому что у нас были более амбициозные цели. Мы хотели увидеть данный рисковый актив ниже текущего значения, ниже планки 1.20. А если сделать отсылку на прогнозы Морган Стэнли, то они ожидают британскую валюту к концу этого года на отметке 1.15. Кто знает, друзья, возможно, все именно так и будет. Также в 12.00 по московскому времени выйдет отчет по ЗЮ бизнеса оптимизму Германии. Но я думаю, учитывая, насколько мы все-таки глубоко копали по европейской экономике и столько уже получили индикаторов состояния экономики ЕС в целом, что хорошим цифрам сегодня просто взяться неоткуда. Конечно же, Германия – это ведущий локомотив валютного блока, это основной промышленный центр и, безусловно, учитывая спад, который сейчас фиксируется в европейской экономике, бизнес-оптимизм будет находиться на крайне низких значениях. Я жду крайне слабый релиз и, соответственно, жду, что европейская валюта в связи с этим окажется под еще большим давлением. И под закрытие торговой сессии, ну, относительно под закрытие, это данные по инфляции, которые выйдут в 15.30 по московскому времени. Сегодня я по-прежнему рекомендую вам держаться подальше от канадского доллара, поскольку на канадский доллар сейчас очень сильно влияет ситуация на рынке нефти. Рынок нефти остается гиперволатильным и новостной фон противоречивый, хотя мы сейчас чуть позже поговорим про рынок нефти. Объясню, с чем было связано вчерашнее снижение. Но хочу, друзья, отметить, что рынок нефти могут так же быстро выкупить, как и, собственно, продавали накануне. И у нас есть опыт, в принципе, таких движений со прошлых недель. Можете прям проанализировать дневной таймфрейм и увидите, что для рынка нефти движение на плюс 10, минус 10 процентов – это уже даже норма. Вот такие непростые времена сейчас на финансовых рынках. Я считаю, что в нефть нужно залазить только в том случае, если мы конкретно уверены, на что нам нужно опираться. Мы знаем, какие триггеры, фундаментальные события должны прийти на рынок, чтобы спровоцировать конкретную определенную динамику. Сейчас такой уверенности лично у меня нет. Индекс доллара, друзья, 106.40. Можно сказать, что текущее значение – это значение выше, чем мы видели индекса до выхода данных по инфляции на прошлой неделе. То есть покупатели доллара компенсировали все снижение конца прошлой недели и оказались выше. Мы с вами не переставали верить в то, что индекс доллара останется на коне, будет развивать восходящую динамику. И сейчас, собственно, это и происходит. Да, участники рынка были вынуждены скорректировать свои ожидания относительно темпа повышения процентной ставки. Но повышение процентной ставки – оно и в Африке повышение процентной ставки. И руководствуясь классической теорией, логично предположить, что ужесточение политики будет способствовать росту курса американского доллара. Не забывайте, друзья, что ужесточение политики и повышение процентной ставки в США, оно еще тесно связано с тем, как на все эти решения реагирует американский рынок долга казначейских трежерис, которые являются самыми эталонными и желанными бумагами для всех институциональных трейдеров. Поэтому чем выше будет процентная ставка, тем выше будет забираться доходность трежерис, и тем более заманчивым будет возможность инвестирования в эти бумаги со стороны институциональных трейдеров, пенсионных фондов, со стороны больших денег. А приток средства непосредственно в актив, который номинирован в долларах, будет способствовать укреплению позиций американской валюты, что нам и нужно. Очень много мы разобрали комментариев представителей американского регулятора на прошлой неделе. Повторяться не буду. На этой неделе также будет много выступлений руководства американского регулятора, которые озвучат свое мнение, свою позицию относительно дальнейших действий американского регулятора по ужесточению монетарной политики. Но думаю, что дорожная карта нам уже ясна. Мы ожидаем повышения ставки на 50 байсных пунктов в сентябре, на сентябрьском заседании. И в связи с этим пока что верим в рост американского доллара. Мичиганский индекс, который вышел в пятницу в прошлую, стал дополнительным триггером роста доллара, что поддержало рыночный оптимизм и покупателям позволило найти повод в виде американской макроэкономической статистики, что не стоит списывать доллар со счетов. Я надеюсь, друзья, что вы не мудрите, вы находитесь в длинных позициях по этому активу и зарабатываете по факту его роста. По рисковым инструментам евро против доллара 1.01.58 ждем политет. Блумберг накануне сообщили о том, что ожидают рецессию в европейской экономике по итогам уже третьего квартала. Но здесь стоит отметить, что в этом случае мы должны от завтрашних показателей по ВВП, которые будут оценкой общей динамики экономического восстановления за второй квартал, и мы должны увидеть тоже значение со знаком минуса. Отсюда и особый интерес к завтрашним релизам. Я согласен с тем, что европейская экономика на фоне развития энергетического кризиса и высокой инфляции неизбежно окажется в рецессии. Но не думаю, что это произойдет в третьем квартале, скорее под конец этого года. То есть у нас будет возможность говорить о технической рецессии на основании спада в третьем и четвертом квартале. Позитивного фона нет никакого, доллар растет, и я рассчитываю, что уже сегодня, друзья, мы будем тестировать поддержку 1.01, ну а там уже будет рукой подать до аппаритета. Британская валюта 1.2049 вкратце уже сказал, что фунт аутсайдер. Сегодня триггером снижения могут выступить данные по рынку труда, а завтра выйдет отчет по инфляции, который, скорее всего, упрется почти в 10% роста индекса потребительских цен. Это крайне удручающий показатель, который, в принципе, очень вяжется с прогнозами, которые ранее были сделаны британским регулятором о том, что в октябре индекс потребительских цен в Англии достигнет 13,3%. Тучи сгущаются, экономика катится в пропасть, в затяжную рецессию, продолжительную рецессию, которая может затянуться на полтора года. Это не моя точка зрения. Это цитирование, опять же, прогноза британского регулятора. Я повторяю, опять же, эту мрачную оценку и подсвечиваю вам, друзья, вот эти крайне пессимистичные перспективы, которые стали причиной, почему британская валюта просела буквально за считанные дни, больше, чем на две фигуры, и, скорее всего, на этом падение фунта не закончится. В пятницу прошлую вышли данные по ВВП и рыночным продажам. Как вы помните, квартальная оценка за второй квартал оказалась на отрицательной территории. То есть, фактически, британская экономика в одном маленьком шаге от того, чтобы мы могли констатировать рецессию. Рынок нефти 94,26 распродажи вчерашнего дня. Во-первых, это выход плохой статистики по рыночным продажам и промышленному производству. Был рост зафиксирован в обоих показателях, но почти вдвое меньше, чем прогнозировали эксперты. И это позволило сделать вывод о том, что восстановление китайской экономики после ковидных ограничений идет крайне вялыми темпами и может стать, в конечном счете, якорем для дальнейшего роста мировой экономики, может быть, даже причиной для замедления или всеобщего экономического спада. И еще одним триггером, возможно, даже более значительным, чем китайская статистика, выступили комментарии. Сауди Арамка – это крупнейшая нефтяная компания мира, о том, что при необходимости при соответствующем запросе со стороны правительства в Саудовской Аравии могут легко увеличить объем нефтедобычи с текущих уровней до 12 миллионов баррелей в сутки. Также при необходимости они могут увеличить добычу до 12,5 миллионов баррелей в сутки, но не сейчас, а к 2025 году. И при должном инвестировании в ресурсную и производственную базу к 2027 году объем добычи может превысить 13 миллионов баррелей. Но это только лишь обещания или даже, скажем, прогнозы и ожидания того, что может быть. По факту мы знаем, что Саудовская Аравия, в целом, как и страны ОПЕК+, не обладает сейчас достаточным количеством свободных производственных мощностей, которые можно было бы использовать и, соответственно, существенно растить производство нефти. Поэтому думаю, что первая реакция, ладно, прошла, рынок немного пофантазировал и решил, что нет больше проблемы дефицитного предложения. Но сейчас нужно возвращаться на землю и понимать, что спрос и предложение за последние торговые сутки, этот баланс или, точнее, его отсутствие, оно не изменилось. Рынок остается дефицитным. Поэтому, скорее всего, я не граб, не удивлюсь, если к концу текущей недели рынок нефти, в частности, Brent снова вернут в район 98-100 долларов за баррель. На такой противоречивой динамике, неоднозначной, неопределенной, я советую нефтью не торговать. Тем более, что у нас есть другие финансовые активы, за которыми мы следим. И золото, друзья, по-прежнему держу длинную позицию. Надеюсь и допускаю, что очередной визит американской делегации на Тайвань может стать причиной или возмутителем спокойствия и поддержать котировки рынка драгоценных металлов. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошего торгового дня. Всем пока.